Дорогие наши, привет друзья! Рада вас приветствовать на канале Сириканян Фэмили. Меня зовут Танюшка, это мой муж Аков. Жду вам приятного просмотра, так что лайкаем, комментируем, обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать наши будущие эфиры. А за нами бочечка армянского коньяка, чтобы вы знали. Это уже говорит о том, что выпуск будет очень вкусный и полезный. Смотрим до конца. Летс го! Увидела балкончик, говорит, покажи людям, какой красивый балкончик. Вот и балкончик. А самое красивое там, это стульчик и столик. Ты выходишь с утра, бежишь чашечку кофе. Ну и смотришь на суету городскую. Да, тихо, спокойно все. Надо встать в 6 утра, еще никакой суеты не будет. Да, конечно. Ты такая удовольная, тебе солнышко армянское свете. Выкинь, пожалуйста, мозг откройт. Молодец. Балкончики, это очень красиво. Круто. Нюшка хочет все снимать. Потому что так как я вчера болел, я сутки сидела дома, не выходила из квартиры, и у меня бурлит, жизнь бурлит. Я вывел на улицу и хочу все снимать. Друзья, представьте, к нам подошли две прекрасные девочки и попросили наш YouTube-канал. Спасибо. Have a nice day. Все, ты видел? Я хотел показать вот это, смотри. Да, не зря они столько за нами шли. Да они хотели с нами знакомиться. Ура, я так радуюсь. Ты что не радуешься? Что, радуешься? Все, да. Идти в твуру это бурлит. Это еще тебя не узнали. Это просто спросили. А прикинь, тебе узнали. Не знали они меня. Да что ты. Что сказали? Они узнали. Они сказали, что сириканян падали вы. Ладно, это не так сказали. Все, 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 все. Так в Армении можно взять напрокат машины-гелики, крузаки, АМГ-Мерсы. А мы отсюда хотим показать красивый вид и сделать фото. Да, стой. Мы видим собачку спящую. Танюшка. Танюшка. В кармане носит косточки. Танюшка в кармане носит косточки. Она спит лучше и будет. Да. Вот еще одна спит. Ладно, ищем тех, которые не спят, чтобы не тревожить их сон. Вот, а улица продают такие вкусняшки. Уже вот эту черную штучку. Тут. 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 Не тут. Это тут. Нут. Тут, говорю. А, тут. Сейчас я скажу, как на украинском языке. Как? Шовковица это называется. Как? Шовковица. Шовковица? Шовковица. А на армянском как? Тут. Молодец. Повтори. Скажи. Шовковица. Я повторил. Ну, скажи. Шовковица. Ветя. Скажи через Э. Шовковица. Это когда вот так кушаешь и весь рот, все зубы, все черные. Но тебе так вкусно и хорошо. Повтори. Ты же не можешь сказать. Я повторил пять раз уже. Нет. Скажи с буквой Э. Шовковица. Шовковица. Все выключай. Кто жил? Иосиф Орвени. Ведущий ученый. Первый. Президент. Академии АРМ СССР. А я хочу показать, как тут машина припарковалась. Как вы думаете, машина толкнула мусорные бачки или нет? Я думаю, толкнула. Вот нормально, да? Ладно, покажи лучше. Я показал этот дом. Вот, что и весь дом. Весь дом красивый. Ой, и эти на деревьях конфеты тоже деговорят. Да-да-да, круче. Круче. Много конфет. Чтобы я вам показал все. Вот показываю вот это все. Красиво. Это красиво. Творчество, да, посмотри. Нам в ту сторону, дорогая, творчество. Из плиточки. Ты представляешь, что это вообще сделать? Из плиточки? Из конфеток? Плиточки, конфетки? Вот так повырезали и лицо сделали. Плиточки, конфетки? Плиточки, конфетки? Ты хочешь, чтобы я сейчас конфет захотела? Смотри, свадебное платье. Показал. Красиво, Южик. Это же все показывается. Конечно. Мы столько приходим, столько раз ходим по улицам, и я... И ежиков не показываем. И ежиков не показываем. А вот это граффити показать? Покажи это граффити. И что это такое? Это рисунок уличных художников, талантливых людей. Ландыши, я еще, например, ищу ландыши. Я хочу ландыши, но... Еще один граффити. Да. Это какие-то прям... Бременских музыкантов. Ну все смотрят, так нас знают, я тебе говорю. Не свейся с меня. Вот это серьезно нарушили, конечно же. Она еще и той тетей... Ну, не знаю же. Ты правильно на мотике серьезно такой. Да. Молодец. Ну, что хотела сказать? Да, что тетя, молодец, вошла в образ. Красивая архитектура. Мне вот такая реклама нравится. Это реклама? Да, реклама Лона. Это... Что ваше? Магазин. Красивая архитектура. Девочек, спасибо. Я бы никогда по этому велосипеду не догадалась, что это магазин. Да. И это не архитектура. Архитектура это дома. Старинные. Ого, покажи. А его голова, это архитектура? С чем такие шокки теплые, если честно? Так, мы идем вон туда. Туда? Естественно, булочки. Ну, написано каменные булочки и хачапури. Да, если они пекут на камни, я так понимаю. Давай, идем, зайдем. Идем, может, пить. Пекут. Вот, вот здесь, наверное. Да, 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 вот такие красоты. А то мы пока что не кушаем. Да, мы сейчас не кушаем. Пахнет, тут просто можно вот так пахнуть. Я хочу, чтобы вот это показалось. Мы решили зайти по пути вот сюда и показать, что внутри. Пошли, пошли. А тут получается музей. Музей? Да, музей. Музей. Учеников института Тавриза. Классный 10. Да, да, да. Интересно то, что все открыто, ничего не охраняется и никаких там людей нету. Хотя бы, чтобы за вход запретили сказать, что тут происходит. По идее, как восстанавливать это все. Да, 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 да. Процесс восстановления именно этого центра. Да, каждый кусочек отображен на картинке, на фотографии. Да, 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 это со стороны проспекта, улицы проспекта. Да, 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 ты видишь, какое оно было. И сейчас я снимал, как это все выглядит. Да, сейчас. И вот мы сейчас вот тут находимся внутри. Реально показывает полностью реставрацию этого центра. Как все было до и как сейчас выглядит, мы покажем снаружи. Вот эти стены все равно. Стены, да, еще полностью не восстановлены, но в любом случае. О, смотри, как красиво там. Да, смотри, какое место. Это сейчас прочитаю и напишу тут перевод. Хорошо? Тут открытый музей иранских ручных работ, которые всегда представлены в открытом доступе. То есть это все ручные работы. Блин, это шикарно, конечно. Ну, это шикарно и интересно то, что тут вообще никакой охраны, никто не смотрит, не следит. И никаким образом... Все вздалости с охранностью, ты понимаешь? Ну, я понимаю, что это соседняя центральная улица и соседняя улица. И тут даже народу никакой нет. Да, вообще нет. Может, никто даже не знает, что здесь есть? Ну, я думаю, люди знают, просто им неинтересно сюда заходить и смотреть, что тут есть. А тут такая красота. Очень красиво, да? Да, очень красиво, очень... Да, струнно. Даже могу сказать индивидуально. Да, да, да. Ой, а тут, посмотри, часы. Да, часы такие красивые. Вот на фотографии мы видели полностью тут. То, что там в плохом состоянии. Да, тут уже отреставрировали. Я думаю, летом тут вообще будет очень красивое место, очень спокойное. Еще такое местечко не нашло. Да, рядом с городом. И так спокойно, так уютно. Розочки и красота. Как ты хочешь? Кушечки не будут. Это же курица. Вот он, видишь, как побежал к тебе. Давайте побежать. Ну, я думаю, с животиком, ты беременна, да? Так ищет, так ищет. Ой, ой. Они не смогут за это весть. Не смогут. Ну, я думаю, хотят и смогут. Не сюда, родители тоже дам. Нет, не хочет. Нет, не хочет. Ну, это как не хочет, но это голодная, вообще беременная. Надо пойти ей что-то еще купить. Боже, дойдет курица? Да, я думаю, она съест. Она такая... Слушай, собаки Косте не едят, а она голодная такая. Ну, и маленькая. Такая хорошая. Пошла к другу кушать косточки. Тоже с животиком, они все с животиком. Так, цветочный такой парк у нас. Идем по каждым, посмотрим, что там происходит. Может, будет вход и зайдем. Но мне очень нравится этот... Эта часть, город такой спокойный, красивый. Даже и не скажешь, что вот там, за воротами... Это суета. Да, суета. И очень красиво. Да, красота. Сюда зайти нельзя, я так понимаю. Тут люди просто приходят на молитву. Да. Очень все красиво. Такой кумал тоже. Да. Опять повторяюсь, тут стульчики, чтобы мы не зашли. А там люди, я так понимаю... А, вон экскурсия там есть. Ммм, экскурсия налево. Подожди, сейчас послушай. Подслушаю. Вход только для мужчин. Так, вход свободный только для женщин. Хиджаби. Я не пойду. Здесь хиджаби. Я смотрю, что там люди зашли. Да, да, да. Там люди снимают и идут дальше. Там уже такие ковры. А тут еще одно место. Видишь, там сняли обувь и пошли дальше. А тут еще полиция. Ладно, да. А это тоже москит называется. Москит, что ли? Да. Отдел... Туда нельзя, нельзя. А вот полиция кричит, там нельзя. Да. Может быть, здесь... Пожалуйста, нам удалось зайти. Да, нам удалось зайти, и мы хотим послушать стоп. Сядьте, пожалуйста, сядьте. Да. Можно сесть. Я сама представлюсь. Я армянка из Ирана. Очень приятно. Я родилась и выросла в Иране. Потом училась в Москве. Потом переехала в Иран. А потом опять переехали сюда. Здесь я работаю уже 20 лет. Я сама педагог по образованию. Здесь я преподаю русский язык персам, студентам. И они часто едут в Россию. И на Украину тоже посылала. И в Казань посылала. В Татарстан отсюда студентов. Да, здесь у нас много иранцев обучаются. Это обучающий центр, да? Это как бы культурный центр. Культурный центр. Не только мечеть. Здесь также и культурный центр. Вот языковая школа. За вами большая библиотека. 8 тысяч книг. Прекрасная литература Ирана. Это поэзия. Это всемирная. Великий Омар Хаям, наверное, вам известен. И тысячу философов Иран дал миру. И прекрасный язык фарси. Фарси, да, я тоже знаю. Необыкновенный. Про фарси говорят, это сахар во рту. Мы в Иране изучаем фарси. А язык религии, это арабский. Все эти священные книги на арабском языке. И перси сами, когда хотят молиться здесь, они не все ведь знают арабского. Они молятся на фарси в переводе. Здесь, где мы сейчас находимся, это мужчины здесь молятся. Женщины-мусульмане с другого хода ходят. Они там молятся. Когда мужчины молятся здесь, они его видят там, эту муллу. А женщины его видят на экране, потому что все закрывается. Это место для молитвы. Это все место для туристов и мужчин. Тут двое-трое приходят. Тут нет такого, чтобы все собрались, там какой-то определенный день. Есть. Все традиции, все законы, траурные дни, праздницы. Вечерами приходят. Вечерами приходят. Когда никого здесь нет. Вечерами. Здесь недавно, вот месяц Рамадан кончился, они здесь и молились, и ужинают. Отмечали так праздник, да? Эфтар отмечали. Это праздник у них, да. Они весь день ничего не ели в течение 40 дней. Вам знакомы? Ну, слышала, да. А вечером они все вместе здесь поздно были. Значит, мечеть построена в конце 17-го, в начале 18-х веков. Тогда, когда Иран была великой империей. Армения, Грузия, Таджикистан и Туркменистан принадлежали Ирану. Здесь, в Ириване, был губернатор, который построил 9 мечетей. Некий Хусейн Али Хар. Перси здесь жили вместе с армянами в мире и в дружбе. Дальше, через некоторое время, другая эпоха подошла. Российские и Иранские войны. Россия выиграла войну. Все обратно. Дальше советизация. При советизации начали закрываться и наши церкви здесь, и в России, и в Восточной Европе также. Вот в этот период времени 8 мечетей были полностью разрушены. Она одна сохранилась за счет нашего армянского великого поэта, который сумел переименовать ее в Музей истории Армении. В качестве музея она жила. Жила, 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 пока прибыл Горбачев. Разрушен был Советский Союз. Независимость получили прежние соц. республики и Армения также. И тогда уже, значит, были приглашены из Ираны реставраторы, реставрировали, и она вновь начала жить, как жила в 17 веке. Это краткий обзор истории вот этого места, где мы находимся. Это было вам интересно. Сейчас я два слова хочу вам рассказать про религию. Значит, ислам имеет две остальные линии – шииты и суниты. Иран абсолютно шиитская страна, а арабские государства – они суниты. Вот в России Казахстан, Кангустан, Чечня – они все суниты. А вообще сунитов больше по миру, чем шиитов. Вот так. Теперь там есть два отличия основных, которые я вам сейчас скажу. Первое – это численность пророков. У шиитов 12, и они изображены 12 маленькими окошечками. А лидер у шиитов – некий Али, его зовут Али. А лидер у этих сунитов – Мухаммед. И там 6 пророков. Это первое отличие. А второе – это форма молитвы. Идите ко мне. Вот эти камушки, ребята, они привезены из святой земли Мекки. Это Мека – место рождения ислама. Они считаются святыми. Каждый берет один камушек, так подряд они становятся. Камушек на макушку. Они сильно надевавшись, лбом прикасаются. И туда, в том направлении, идет молитва. Эта ниша пока идет на Мекку. А наверху написано Аллах. Это Бог. А стекло это называется метражом. А суниты этого не признают. Они этими камушками не пользуются. Это вот все, что я вам, я всем рассказываю. А на выставку вы когда пойдете сейчас? Ну, мы, мы зеленых пони, тарелец и глазочки видели. Эти два цвета считаются доминантными в исламском мире. Дальше вы видели серебро, медь. На против вас два портрета. Одна армянская церковь наша, а рядом мечеть. Вот таким образом Иран показывает свою толерантность и респект к христианам. Дальше вы увидите миниатюру в рамочках. Видели, наверное. А в конце религиозно сейчас Аллах, Ачгар, Басмаллах, Рахмана, Ахим. Это первые слова молитвы. Все покрыто золотой пудрой. Вам желаю удачи. Что могу сказать? Я очень удивлен. Я всю жизнь жил в Армении. И проходил, наверное, вот этот участок, не знаю даже сколько раз. Если не каждый день. Очень много раз. Даже несколько раз в день. Но ни разу не заходил и не знал, что тут такое есть. Приятно удивлен и информативно. Так что смотрите наши блоги. Мы сами познаем мир и рассказываем вам самое интересное, что мы видим в окружении. Обязательно приходите в это место. Да, будьте в Армении, приходите, посмотрите, как тут все красиво. Очень уютно здесь просто даже уединиться, пройтись, побыть самим собой. И ради интереса узнать что-то новое, увидеть. Вот такая приятная женщина-гид, готова вам все рассказать и показать. И рассказать, и показать. Пойдем дальше. У нас макет. Карта. Как можно, что можно, где что находится. Библиотека 1, где она здесь? Как ты и сказал, вот это. Вот тут. Давайте посмотрим библиотеку. Я так думаю, закрыто, но попробуем что-то показать. Женщина сказала, тут очень большая библиотека. Ой, тут не библиотека, тут выставка опять. Выставка-продажа. Закрыто. Да, тут, к сожалению, не закрыто. Хорошо, мы вот так покажем. Да, 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 да. Но тут на территории есть люди, и они, я думаю, что кто-то захочет. Захочется реально что-то купить, то они откроют и покажут вам. А так вообще, друзья, мы чисто случайно зашли в это место, они целенаправленно. Я, я в таком-то таком восторге, просто что мы нашли. Очень просто радуюсь. Вот в библиотеку. Зайдем, покажем, что тут есть. Библиотека, не маленькая. Библиотека. Да. Красивая, большая библиотека. Я не смогу прочитать. А то я бы все прочитала. Я люблю картинки. А ты еще раз вот так покажем. Да. И выйдем отсюда. Да. Давай. Что показать разницу? Вот с соседней улицы выходишь просто на секундочку. И тут такой шум. Что за улица? Чтобы вы не понимали, где это находится. Улица Мистеропа Маштутца, бывший проспект. И тут такой шум. А мы вот туда должны пойти походу, а не сюда. Я перепутал. Надо пойдем сначала в эту сторону, потом пройдем. Туда туда собирались, пойдем. Это рынок проспекта. Назывался, да? Ну, сейчас походу так же называется, так как я других названий не вижу. Я подумал, что рынок с этой стороны. И мы прошли улицу зря получать. Нет, не зря. Мы увидели вот... Да, мы вообще не зря в такое место зашли. В нас в это чудесное попали. Потому что все, что не делается, все не зря в жизни. Все кличу. Понятно. Такой чистый переход вообще... Первый раз такой переход в Безо в Армении. Вот такой белый я не видел нигде. Белый нет, чистые все. Да, чистые все, но они такие белые. Вход в рынок. Красивыми цветочными ларьками. Лавок, ларек, ларек, лавок. Слушай, такое золотое все. Да, тут все из золота дорогая. А, тут сделали внутри супермаркет. Как будто сити вообще. Сити Руссупермаркет. Рынок был раньше. А, сейчас сделали супермаркет. А, тут хотела рынок от Смянса. Ну ты что? Давай наверх поднимемся, посмотрим, что там, чтобы сити не заходить. Но большой такой сити. Не маленький. Это Алекс магазин, между прочим. Кто не знает, армянское производство. Я уже оттуда купила. Что? Себе маечку летом. Давай круг сделаем все так, Танюш. Круг сделаем? Да, посмотрим, что там есть, кроме... А, тут только-только делают. Аптеку только делают. А тут... Может, это его только перестроили? Может, это его только перестроили? Я так думаю, только перестроили, да. Тут мобильный центр какой-то. Дальше все. Сити занимает там полностью кассы. А чечи. Опять сотовые. Да. Очень много... Так много народу, а я не знаю, это какой-то... Понедельник. Прикиньте, вот еще время ранее. Там я, наверное, 12. Да. Но вот тут, я не знаю, что происходит. А это выход. Слушай, а как это пасканас купить? Это не купить, а то играть. Играть и выиграть. Ну, закидываешь денежки и играешь. Я не знаю, как играешь. Но это играть. Количество посетителей в торговый центр реально удивляет. Я не понимаю, тут цены гораздо ниже, чем обычных, или... Нет, в сети вообще-то я потом уже в комментариях прочитала у нас, что в сети намного дороже, чем в других магазинах. А что такие вот такая очередь? Не знаю. Может, скидки какие-то? Ну, очень сильные скидки, потому что время... Сейчас покажу просто. В понедельник, час двадцать восемь. Пол второго. Да. Мы так зашли туда в эту мечеть. Да. Я думала, мы там 10 минут поработали. Наверх, наверх поднимаемся. Ну, я так понимаю, да, фудкорт. Фудкорт, друзья. Нам подсказали, что здесь открылся фудкорт. Я подсказал. Ты подсказал. Я подсказал. Это я. Мы не поехали, потому что Милый себя плохо чувствовал. Да, Милый чуть-чуть приболел, но сегодня уже хорошо. А, Богу, мой зольный, будь здоровый и хороси. А где ты когда-то здоровый? Ну, фудкорт как фудкорт. Люди... Давай посмотрим, что есть, из-за того, что мы знаем. Давай начнем. Потато. Это картошки какие-то. О, блин, тоже не знаем. Это что такое? Бруклин. Не знаем. Давай все не надо читать. Давай, который кухня. Ну, вообще, я знаю вот этот ост. Я тут ел. Да. Ну, Ям-Ям Донат не знаю. Это что-то только откроется. Что скажешь? Ну, прикольное, интересное, чистенькое место. Но... Если бы, например, я скажу, красивые были. Я... Честно, вот могу сказать... По поводу этого фудкорта, я не знаю, стоило ли столько такое большое место уделить на фудкорт. Для меня это вообще непонятно. Лучше бы сделали какой-то игровой центр для деток. Он есть. Вот сейчас покажу. Сделали какую-то маленькую часть игрового центра для детей, но это слишком маленький. Ну, а по факту пока дети играются, где с родителем сидеть, вот и все кушают. Все любят есть. Да, еда это всегда на первом месте. Я не сказал до конца. Я думаю, такое большое пространство на фудкорт слишком большое. Не то, что не имеет смысла. Но зачем такой большой фудкорт? Это мое чисто сугубое, сугубо мое мнение. Не знаю. Скажите, напишите в комментариях, как вы думаете, такой большой фудкорт? Правильно сделать или лучше было бы сделать что-то другое? Например, наполовину детскую игровую зону и остальное там столики для пушкока. Будем надеяться, что это правильное решение. Будем надеяться, что это место будет очень популярное и принесет очень много-много хороших всем людям. Да, подожди, я хочу кое-что поверить. Судя по Армении, все тут очень любят кушать и еда занимает, наверное, первое место. Мы тоже очень любим кушать. И поэтому так много больших мест для еды. Да. Ну, а вообще все красиво. Чистенько, уютненько. Да. Есть еще третий этаж, пока что не открыт. Потому что там парковка, нет? Нет, ты что, какая парковка? Не знаю. На третьем этаже. Это нормально, но это не в Армении. А там просто сдается в аренду. А, офисные помещения сделают. Все понятно. Да. Ладно, let's go, дорогой. Let's go. И киндеры я увидел. О, да. Это для меня... Арбузики или киндеры? Я говорю киндеры, а арбузики. Что вы выбираете, арбузики или киндеры? И арбузики убирали. Давай посмотрим. И тут парковка есть подземная. Это с правой стороны этого здания. Так что, если вы на машине, не смущайтесь, вы найдете, куда оставить машину. Друзья, итоги этого дня, этих съемок, мы решили, что тут фудкорт будет очень большой, очень интересный и очень мега познавательный. Но это было слишком познавательным, чем мы хотели. Ладно, друзья, имейте в виду, тут открыли фудкорт. Очень красиво, очень вкусно, там разная еда. Приходите, пробуйте и наслаждайтесь Арменией. С вами были Siliconian Family, это Танюшка, это... Оголчик. и до новых встреч в эфире. Блин, я забываю эту фразу. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и обязательно нажимайте на колокольчик. Всем пока. Пока.